Привет всем любителям физики, математики, других наук! С вами Андрей Щетников и наш сегодняшний разговор пойдет о Пифагоре Самузском. Теоремы Пифагора знают все, потому что ее изучают в школе на уроках геометрии. Но с Пифагором и его учениками связано также много разных других интересных достижений, открытий, и о них мы тоже сегодня поговорим. Пифагор родился на острове Самоз, недалеко от берегов Малой Азии, примерно в 570 году до н.э. Предание говорит, что он в молодости много путешествовал, побывал в Египте, ну это от Самоза совсем недалеко, в Вавилоне, это уже подальше, и даже в Индии. Ну это вряд ли, а впрочем в этой жизни всякое бывает. И всюду он общался с носителями тамошней мудрости, с жрецами, звездочетами, брахманами и йогами. Мне вот только интересно, на каком языке он с ними разговаривал. А потом, в зрелом возрасте, он обосновался в городе Каратони, который находится на юге Апенинского полуострова. Сейчас это Италия, а тогда там жили греки, и эти места назывались Великой Грецией. И там, в Каратоне, он основал свою религиозную общину, которую мы сегодня называем школой Пифагора. Ну, как это бывает во всех религиозных общинах, ученики Пифагора соблюдали ряд предписаний, делали очищение, соблюдали запреты. Они верили в переселение душ, и это сама по себе интересная тема. Но у этой общины была одна уникальная черта, которая, похоже, не повторялась больше никогда в истории. И она заключалась в том, что пифагорейцы рьяно занимались математическими науками. Здесь надо сказать о самом слове математика, поскольку оно греческого происхождения. Оно образовано от слова матетес, которое означает ученик. А математические дисциплины, стало быть, та математа, это то, что можно изучать. Вот они это и изучали. И таких дисциплин у них было четыре. И перечислим их по порядку. Это арифметика, геометрия, гармония и астрономия. И я начну с арифметики. Само название этой науки происходит от слова «аритмос», что означает «счет» и «число». Однако пифагорейская арифметика не была искусством счета или коммерческих подсчетов. Но представляла собой теоретическую дисциплину. Которую впоследствии Платон охарактеризовал как знание четных и нечетных чисел безотносительно к их величине. Что это значит, мы поймем на примере, рассмотрев простейшую теорему о таких числах. Сумма двух четных чисел тоже является четным числом. Мы формулируем эту теорему безотносительно к величине этих чисел. Она справедлива для любых четных чисел. Это во-первых. Ну и во-вторых, мы эту теорему можем доказать. Для этого мы вспомним определение четного числа. Это число, которое разделяется на две равных половины. И если у нас первое число разделяется на две равных половины. И второе прибавляемое к нему число тоже разделяется на две равных половины. То и сумма, как видно на этой схеме, тоже делится пополам. И теорема тем самым доказана. Но особенно мне нравится такая теорема о четных и нечестных числах, которую доказали пифагорейцы. Если мы возьмем нечетное число, возведем его в квадрат и вычтем из этого квадрата единицу, то то, что останется, будет делиться нацело на 8. И эту теорему мы доказываем так. Вот нечетное число, вот квадрат, построенный на этой стороне, и он тоже будет нечетным числом. Единицу, которую надо вычесть, мы забираем в середине. У нас остается такая рама без единицы. Эта рама, конечно, сразу же делится на 4. Это очевидно. А нам надо доказать, что эта рама делится на 8 равных частей. Ну, значит, нам надо доказать, что каждая вот эта часть из этих четырех делится пополам. Ну, это можно сделать двумя разными способами. Первый способ. Я говорю, стороны этого прямоугольника разница на единицу. И если одна из этих сторон четная, причем я не знаю, какая большая или малая, то вторая сторона нечетная. А произведение четного числа на нечетное будет четным числом, и оно делится пополам. И другой способ, более визуальный. Каждое такое прямоугольное число, у которого стороны делятся на единицу, греки их специально называли отдельным термином, гетерамекное число, оно делится на два треугольных числа. Вот проведением такой лесенки. И теорема доказана. И как пифагорейская арифметика не была искусством счета, так и пифагорейская геометрия была не искусством землемерия, но такой же теоретической дисциплиной, в которой точно так же, как в арифметике, доказывались теоремы. Теорема всегда доказывается на конкретном чертеже, быть может, несовершенном, не очень аккуратно построенном, но доказывающий ведет рассуждение обо всех фигурах, подлежащих под условия теоремы, и ведет это доказательство в общем виде. И я не буду сейчас доказывать теоремы Пифагора, но рассмотрю другую принадлежащую пифагорейцам теорему, которая формулируется так. Возьмем произвольный параллограмм. Проведем в этом параллограмме одну из диагоналей и отметим на этой диагонали произвольную точку. Через эту точку проведем два отрезка, рассекающие параллограмм параллельно одной и параллельно другой его стороне. И рассмотрим два параллограмма, лежащие по разные стороны от проведенной диагонали. Утверждается, что площади этих параллограммов равны. И мы смотрим на чертеж. И, конечно, у одного параллограмма основание больше, зато высота меньше. Но что площади равны просто так, рассмотрением чертежа, мы вряд ли установим. Но зато это равенство площадей устанавливается в прекрасном доказательстве. В самом деле, параллограмм рассечен диагональю пополам. А стало быть, он рассечен на два равных, ну и тем самым равных по площади треугольника. От этих треугольников мы опять-таки отнимаем равные треугольнички в нижней части и равные треугольнички в верхней части. И у нас остаются наши параллограммы. Но ведь если от равных величин отнять равные, то и остатки будут равны. Вот мы и доказали, что эти параллограммы равны по площади, ничего не измеряя, но производя чистые рассуждения. И, конечно, пифагорейцев в такой геометрии привлекала именно вот эта частота рассуждений, позволяющая доказывать факты. И в этой частоте они находили что-то божественное и даже поклонялись ей. Тут, наверное, есть чему поклоняться. И легенда говорит, что пифагор, открывши свою теорему, совершил большое жертвоприношение богам. Впрочем, другая легенда утверждает, что поскольку пифагор был вегетарианец, он не быков принес жертву, а какие-то медовые лепешки. И теперь мы переходим к третьей пифагорейской математической науке. Она носит название гармонии, ну и, как вы уже догадываетесь, связана она не с искусством пения или игры на музыкальных инструментах, но с теорией основных музыкальных интервалов. О том, как Пифагор открыл эту теорию, есть не очень достоверные легенды, зато вполне достоверен результат. Если мы возьмем, натянем одну струну, такой инструмент называется монохордом, однострунником, и предназначен он не для исполнительства на нем, но для исследования интервалов. И разделим расстояние между крайними порожками на 12 равных частей. То тогда, если вот это у меня основной тон, и я пережму струну ровно посредине, то половина струны будет звучать в октаву с основным тоном, две трети струны в квинту и три четверти струны в кварту. Ну и можно еще тут флажолеты поизвлекать, как раз в этих точках. Правда, здесь более высокие звуки, сейчас я не буду вдаваться, какие именно, но как бы вот это соотношение длин 12 единиц, 6, 9 и 8, оно лежит в основе всей этой теории. И точно так же, если я возьму 4 трубки, закрытые с нижних концов, длины которых относятся как 6, 8, 9, 12, то из этих трубок, когда я беру 12 и 6, и дую в них, получается интервал октавы. Теперь беру 12 и 9, и 6 и 8, так что выступает трубка на длинное, на четверть своей длины над короткой. Получаю интервал кварты. А теперь я 8 и 9 меняю, и длинная трубка выступает на половину своей длины над короткой. И получается интервал квинты. И таким образом отношения этих четырех чисел 6, 8, 9, 12 дают основные гармонические интервалы. И теперь вы знаете, что изображено на черной доске, стоящей у ног Пифагора, на знаменитой фреске Рафаэля «Афинская школа». Это и есть пифагорийская четверица или тетрактида, которой пифагорейцы клялись как самой сильной клятвой. А попросту говоря, четверка натуральных чисел 1, 2, 3, 4, дающая интервалы октавы 2 к 1, квинты 3 к 2, и кварты 4 к 3. И теперь нам надо перейти к четвертой пифагорейской математической дисциплине астрономии. Но здесь мы слишком мало знаем, что именно в ранней греческой астрономии было сделано пифагорейцами, а что астрономами других школ и направлений. И тем не менее, мы не можем не упомянуть пифагорейскую идею гармонии сфер, которая состояла в том, что все светило, обращаясь вокруг Земли, издают свои собственные очень громкие звуки, образующие некую небесную гармонию. А мы не слышим эти звуки, потому что привыкли к ним с самого нашего рождения. Ну и несмотря на всю такую фантастичность этой идеи, она вдохновляла очень многих последующих астрономов, и уж точно Айоганна Кеплера с его гармонией мира. А еще хочется упомянуть симфонию гармонии мира Пауля Хиндемита. И теперь я перехожу ко второй части своего рассказа, и она будет связана уже не с конкретными математическими науками, но с тем общим вкладом, который пифагор и пифагорейцы внесли в нашу человеческую культуру. Я начну с того, что пифагор был первым человеком, который назвал себя философом, то есть любителем мудрости. И отвечая на вопросы, что означает это слово, он рассказывал такую историю. Как на Олимпийских играх, говорил он, есть разные люди, собирающиеся в Олимпию. Одни собрались сюда со всех сторон греческого мира, чтобы торговать и получать прибыль. Другие приехали соревноваться ради славы, но есть и третие, те, кто наблюдает за этими соревнованиями. Так и в жизни. Одни живут ради извлечения прибыли, другие ради славы, но есть и третие, которые заняты созерцанием истины. И вот эти третие, говорил он, ведут особый и, быть может, лучший образ жизни. И это образ жизни теоретический, созерцательный. И чтобы понять эту его мысль, нужно понять себе еще и то, что греческие Олимпийские игры очень сильно отличались от наших. В том плане, что они были неким священно действием. Греки собирались в Олимпии, в округе храма Зевса Олимпийского, для того, чтобы сам Зевс вышел во время состязаний незримо из своей храмовой рощи, из храмовой округи, и посмотрел на спортсменов, на атлетов, бегущих там, соревнующихся, метающих, борющихся, и отметил своей дланью тех, кто ему наиболее понравился. Те обычно и выигрывают, раз их отметило божество. А другие, уже более взрослые, серьезные, сидящие на трибунах стадиона, наблюдают за этим, и в тот момент, когда кто-то вырвался вперед, или метнул на невероятное расстояние, или прыгнул, они ощущают священный трепет. Ну, как болельщики любые, правда? И этот священный трепет связан с тем, что они увидели знак незримого божества. А теорией, между прочим, в Древней Греции называлось священное посольство, которое отправлялось, в том числе, полисом, и на Олимпийские игры. А то, что члены этого священного посольства наблюдали, у этого тоже было свое название, вы его все знаете. Это теорема. То есть, вот сидели такие теоретики на трибунах, созерцали теоремы, и Пифагор перенес вот это представление о явлении божества на математику, потому что в математике нам тоже, как мы уже говорили, открывается нечто особенное и божественное. Мы только что смотрели на чертеж, на задачу, которую нам надо было решить, и не видели ничего в ней, не понимали, как одно другим связано. Но потом провели несколько дополнительных линий, и все стало очевидно. Нам нечто открылось. Открылась истина. Алитея, как говорили греки. И вот, так же, как тем, кто присидел на трибунах, открывалась истина божественная в атлетических соревнованиях, так же математику она открывается, когда он созерцает и доказывает свои теоремы. А какая вы там польза, спрашивали Пифагора и его сограждане? И он отвечал на этот вопрос так. А польза в том, что вы совершенствуете свое умозрение, привыкаете видеть истинное и искать лучшее. И иллюстрировал это свое утверждение такой математической картинкой. Вот возьмем прямоугольник. Он может быть вытянутым, сильнее или слабее. У него могут быть разные соотношения сторон. Но квадрат среди всех прямоугольников только один. Стороны квадрата все четыре равны между собой. Или возьмем угол. Острый угол может быть острее, в большей или меньшей степени. Тупой может быть тупее, в большей или меньшей степени. Но среди всех углов прямой угол только один. И прямой путь только один среди всех изогнутых. И таким образом вы и приучаетесь узнавать вот эту единственную истину среди множества ложных мнений. А дальше Пифагор делал очень далеко идущие выводы касательно образования. Некоторым вещам, говорил он, конечно, можно обучать насильственно. Но свободному человеку надлежит получать свободное образование по взаимному согласию учителя и ученика. Потому что если образование не будет свободным, то и толку от него будет немного. Ну и такое утверждение, может быть, кому-то кажется утопическим. Но я вот на своем собственном примере знаю, что я сначала проучился два года в НЭТе, а потом перевелся в университет. И как я был поражен тому, что в университете наши преподаватели считали недостойным отмечать в журналах посещение студентов. Потому что студент сюда пришел учиться по собственному желанию. И ходит он на семинарские занятия и на лекции по собственному желанию. Ну, а если чего-то не освоит, ладно, на экзамене пострадает. Но изучать физику принудительным образом совершенно невозможно. Толку от этого все равно не будет. Ну и кстати, все вы, наверное, знаете такие словосочетания, как свободное искусство и свободный художник. И между прочим, это все тоже самое пифагорейское воззрение, но уже перенесенные в средневековые университеты, а потом дошедшие до наших дней. В средневековом университете было четыре факультета. Три старших – теологический, юридический и медицинский. И один младший – факультет свободных искусств – liberal arts. И вот на этом факультете свободных искусств сначала изучался тривий – грамматика, логика, риторика. А вслед за ним шел пифагорейский квадривий, нам уже известный – арифметика, геометрия, гармоника и астрономия. И считалось, что без освоения этих дисциплин переход к более высоким наукам невозможен сначала разобраться с этими. И, между прочим, именно от этого факультета свободных искусств средневекового и ведут свое происхождение последующие факультеты разных наук, каким этот факультет стал уже в XIX веке, где появилась математика, физика, химия и другие дисциплины. И сдается мне, что я уже рассказал достаточно много. На этом месте следует остановиться. Специального концевого вопроса я задавать не буду, но я думаю, что комментариев к этому ролику и так будет предостаточно. И спасибо вам большое за внимание.